Приветствую вас! Для начала мне кажется, что необходимо определиться адекватно с вашими целями. То есть вот, чего вы хотите, для чего вы хотите, как вы хотите и так далее. То есть это вот первый такой важный момент. Если мы говорим о правильности. То есть само понятие правильности, оно здесь играется в то, насколько то, что вы делаете, соотносится с тем, чего вы хотите и с тем, что получается. Во-вторых, необходимо, знаете как, провести учет ваших средств для достижения цели. То есть вот вы говорите, что все ли я делаю правильно. Все ли я делаю правильно, для чего? Все ли я делаю правильно, чтобы что? То, какая у меня цель, в чего я хочу и что я могу, самое главное, что я могу для этого сделать. Вот именно то, что я могу для этого сделать, что конкретно в моих силах, где мой предел, где предел моих возможностей, где предел того, что я могу, где предел того, что я осознаю. Этот предел подсказывает вам направление дальнейшего поведения. То есть либо вы будете планку в планку свою повышать, либо вы будете работать над тем, чтобы, например, лучше себя чувствовать, чтобы, например, лучше как-то себя позиционировать, чтобы вам было комфортнее, например, и так далее. То есть либо вы будете увеличивать планку, свою собственную планку, вы будете ее, как бы, поднимать. Либо вы будете искать, например, тех девушек, или, значит, тех женщин, или тех партнеров, которые вас устроили бы целиком и полностью, понимаете? То есть с учетом того, какие у вас есть ресурсы, с учетом того, какие у вас есть возможности, вы, как бы, предпринимаете шаги по приведению этих возможностей в некое такое единое целое, в некий такой единый порыв, то есть единое направление поведения, которое в итоге приведет вас все же к результату, именно тому результату, который вы хотели бы. В-третьих, ну, в-третьих, речь можно вести, конечно, о ваших ошибках, о ваших ошибках, которые вы совершаете. То есть если вы задаете вопрос о том, значит, все ли я правильно делаю, значит, скорее всего, есть какое-то несоответствие того, что вы делаете и того, что вы хотите, и вы, скорее всего, просто-напросто, вот, ошибки, свои ошибки, своих ошибок, вы не видите. И из-за этого, из-за того, что вы, как раз, своих ошибок не видите, вы и сталкиваетесь с проблемой неполучения того, чего хотите. Ну, и это, в общем-то, довольно легко разрешить, это, в общем-то, довольно легко подкорректировать, да. Одновременно с этим, я бы рекомендовал вам подумать о том, чего же все-таки вам нужно от девушек, что же все-таки вы хотите от девушек получить, и зачем, для чего. Потому что если вы говорите о том, что вот, я хочу поступать, допустим, правильно, вы говорите о том, что я хочу делать какие-то вещи верно, что вы тем самым сразу, как бы, устанавливаете себе определенные критерии, что я хочу и так далее. Но нужно понимать, разделяет ли человек то, что вы хотите. Ну, или понимать, соответствует ли то, что вы хотите, тому, чего хочет он. И вот, исходя из этого, уже, собственно говоря, двигаться. И, исходя из этого, уже, собственно говоря, и корректировать в дальнейшем свое поведение, свои мотивы, там, и так далее. А то, то есть, вот, именно так. Именно через, вот, подобный аспект, именно через данную ситуацию, вы сможете понять, что же вы не так все-таки делаете в общении с девушками и во взаимодействии с ними. Можно, в общем-то, у девочки, например, не обязательно и не нудно сбрасывать у девочки, вам достаточно просто-напросто, вот, если вы переписываетесь, например, если вы переписываетесь, например, с девушками, да, то, ну, вообще, достаточно будет вам просто посмотреть переписку и подумать, как вы с ними вообще, как вы с ними общаетесь, интересно ли им общаться с вами, и что у вас, значит, с ними общего, ну, вообще, что у вас вообще с ними общего, как бы вы могли, вот, это общее с ними, как-то, как-то, вот, реализовать, как бы вы могли это общее, значит, использовать для того, чтобы, собственно говоря, быть с ними ближе, да, для того, чтобы, как-то, вот, к ним искать подход, подход. Ну, и, собственно, вот, созвучие желаний, ваших желаний, созвучие ваших желаний и желаний девушки, это является принципиально важным и необходимым компонентом для того, чтобы вы сделали, как вы говорите, все правильно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok